Доброе утро! Мы уже с Варварой тут активничаем. Где-то там Алена должна подойти, не знаю. Вроде проснулась, но не встала. У нас сегодня у детей дистанционный день, и весь график пошел к черту просто. Варюха встала. У меня будильник сработал, но я не проснулась. Варюшка встала, а Ника все время лает, когда они из комнаты выходят. Вот я проснулась и надо сейчас быстренько позавтракать. Я приготовила нам греночек, там помидорок нарезано, сырок есть. Быстренько сейчас позавтракаем. Варвара к отцу собралась, а я побегу на работу, да? Так что все, Мария, позавтракать. Показали? Да, ты ладишь, точно. Как это, мамочка, тебе не показала? Она говорит, доброе утро! Ты возьмешь сына? Ой, я уголюсь, что я уже дома. Ох, что-то, что-то с камерой, подождите. Я уже дома, сейчас греем с девчатами покушать. У нас наконец-таки дали горячую воду, не прошло и 50 лет. Бегала, решала вопросы, заплатила за Варвару за пришкольный лагерь. И сейчас мы пообедаем и буду заниматься с собакой. Хотела поработать, но нужно собакой заняться. Никто ей, кроме меня, не займется. Привезла от мамулечки зелени. Она меня постоянно ругает, потому что я не беру. В общем, была у нее сегодня после работы и взяла. Займусь собакой, хочу подстричь ее покороче. Прямо голову оставлю, а само тельце хочу покороче сделать. Ой, что-то много перебрелось, да? Пока есть горячая вода. Это очень. Попробуем-ка прискакала. Уже съездила. Нагостилась, сейчас будет садиться делать уроки. Притащила какой-то слайм. Как жвачка что-то? Нет, это по типу легкого постели. Он, наверное, жвачка для рук. Все, вонючий какой-то. А чем он пахнет? Я не знаю. Это колгейт. Колгейт. Естественно. Почему колгейт? А потому что колгейт упал на него открытый и все. Как такое случилось? Ну, я не думал, папа. У нас какие-то странные события. Сам паста зубная упала, еще и открылась, еще и выдавилась. Нет, она просто упала. Я ее пока поднимала, но чуть-чуть сжался и уронилась. Ладно, пойдем и кушать. Девчата будут кушать такой тушеный картофель с мясом. Тут мама им дала свежий огурчик. И у меня вот такой тазик салат. И у меня кусочек рыбы со вчера остался. Но я тазик весь не съем, естественно. Так что еще у нас тут пирог стоит. Так что будем кушать. Всем приятного аппетита. А тебе нужно помыть ручки, а потом брать что-то. Алюну может. Стригла Никуся. Она такая красивая стала. Посмотрите на эту девочку. Посмотрите на эту девочку. Она же до того привыкла, что я ее стригу. Она даже не шелохнется. Вот сядет. Сидела, а не шелохнулась. Потом ее поставила, обстригала. Покороче ее сделала. Не знаю. Мне очень нравится. Она такая красивая сразу. Сейчас с Варюшкой сходим на английский. И надо в это ее помыть. Глаза вот сегодня не давала. Убегала. Не любит возле глаз стричь. Ты такой красивый. Ты такой красивый. А еще ногти боится стричь. И еще ногти боится стричь. Ты такой красивый ребенок. Ты такой красивый ребенок. Такая интересная. Как будто сама светлая, а голова такая рыжая. Еще очень забавная девчонка. Одеваемся на английский. Уже английского. Уже я помыла нехусь. Она сидит. Вот моя девочка. Трясет. Не дает досушить полностью. И потом сидит трясется. Жорик у нас тут работает. А она сидит. Трясется. Трясется. Такая интересная стала. Голенькая тут голова. Большая. Он тут прям коротенький. Такие волосешки у нее. Вот такая вот она красоточка у нас. А мы собираемся ужинать с девчатами. Сейчас все погрею, пока Жорик там пылесосит. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Ой, так приятно ее гладить. Она такая прям короткошерстая. Обычно гладишь так, чик, запутался где-нибудь в волосне. Вот девчата будут кушать супчик. А я поем макарошки. И салат у меня. Я что-то после этих салатов такая голодная постоянно. Вообще у меня как-то чувство голода меня вообще не покидает ни разочки. Посмотрите на эту красотулечку. Вот такая. На красотулечку я ее заворачиваю, чтобы она не мерзла. А еще я зашла в магазин, купила жидкое стекло и порожек, который мне сделали. Показывала я его? Нет. Он, мне кажется, показывал. Какие случаи покажу. Он еще не установлен. И просто я его положила. Его выдернуть нужно. И нижнюю часть хочу обработать жидким стеклом. Зашла. Купила небольшую баночку и кисточку. Хотя кисточки, мне кажется, у меня есть. Ну вот, сейчас покушаем. Это вытащу на балкон. Найду местечко, чтобы ничего не замарать. И буду делать. Закон. Читает. Тихо. обработала я в общем столешку которую мы будем ставить на порог и вот она такая вот мокренькая будет высыхать просто взяла обычное жидкое стекло какое там натриевое надеюсь это спасет сейчас она здесь подсохнет я разверну тот край не смогла вот этот край тоже срезанной и я их тоже обрабатываю хочу прямо на несколько слоев знаю слоя 3 точно хочу сделать надеюсь это его спасет вот от воды так у нас солнышко прям на улице стало прямо еще офигенское и я сегодня поняла что нужно снова включать свой робот и мыть окна смотрите у меня голуби все опять позагадили и там тоже все вообще окна страшненькие на улице походу стало тепло ветер вроде стих точно если смотреть на деревья то ветра почти вообще нет а боба это как будто рыжая мы собираемся ложиться спать ничего мы не собираемся мы гладим вещи на завтра да мы же не собираемся не обманывайся но я собираюсь можно что-то делать расплетайся отмыл и пасту умудрилась сегодня втянуть пасту вместо того чтобы подуть в чернила в эту стержень в себя надо было заснять как она была как сморфик вся синенькая а идет за стул я понять не могу язык у тебя есть зубы были язык и лицо хоть и господи смотри какой кстати у меня первый слой высох кошка уже завалила мою доску я положил на стремянку чтобы не начать ложить на балконе положила на стремянку кошка уже пыталась на нее залезть но кстати она высохла правда она такая колючая но чувствуется что ну даст почувствовать почувствую но она это прям уже хорошенько надо еще раз обработать и на три раза уже обработала это она же это стружечная да это прессованные опилки не трогай это клей это клей это жидкое стекло пошли стекло разливается бывает оно используется специально чтобы нет чтобы не было проблем да вода не пропитывала материалы отталкивающие так что все пошли котик котик худой тебе худой лысый котик всем спокойной ночи и всем пока пока